Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал Салон Красоты. Ссылка в закрепе. На самом деле, спасибо моим родителям и тому, что я все-таки родился еще в Советском Союзе и познал, что такое бедность. Это с детства меня закалило и научило, что нужно копить. Я никогда не тратил деньги впустую, все уходило в нужное русло. Анатолий Цой вспомнил, как в детстве проводил все лето на поле, сажая лук и картофель. Это было под Алматы, городе Талдыкаргане, где он был в городе. В учебное время, кроме занятий в школе, мальчик помогал маме. Мама у меня продавала салаты на базаре из того, что мы вырастили на поле, рассказал артист. Так что, если понадобится, я смогу нормально зарабатывать на земле. В 14 лет Анатолий Цой заработал свои первые 7 тысяч долларов, выиграл большой международный конкурс в Москве. На призовые деньги мальчик купил маме машину, чтобы ей было легче работать. 6 лет певец был участником популярной группы M-Band, пока не решил рискнуть и начать сольную карьеру. Началось с того, что я сказал продюсеру. Костя, мне уже тридцатник, можно я уже сольную песню выпущу? Поделился подробностями Цой. Получилось неплохо, а потом и ребята говорят, можно мы тоже выпустим. Так распался коллектив, просто потому, что все его участники созрели для собственного творчества. О временах группы Анатолий Цой очень скучает, потому что забот тогда было гораздо меньше. Весь последний год, совпавший с пандемией, артисту приходилось самому решать все важные вопросы без помощи продюсера. «Но могу сказать откровенно, я не жалею», — заявил Цой. «Я выбрал этот путь, он очень тернист и сложен, но за год уже многое сделал. Я не хвастаюсь, мне просто повезло. Сначала был громкий успех в шоу «Маска», потом вышли сингла. Собственных песен, считает артист, ему хватит даже на два альбома. И уже пишется третий альбом, который выйдет в следующем году. Мне предлагают много разной музыки, модной сейчас в ТикТоке, в различных соцсетях, отметила Анатолий Цой. Но для меня там нет музыки абсолютно, и я не могу переступить через себя. Я не стараюсь поймать волну и с помощью мата в песнях. В жизни, признался певец, он может использовать крепкие словечки, но рифмовать это со своим творчеством не собирается. В конце концов, 90% его хитов — про любовь. На живом концерте в радиоэфире Анатолий Цой спел песни «Не больно», «Одеяльное», «Вернуть не спится», «Она попала», а также каверный известный хит «Позови меня с собой», принесший ему победу в шоу «Маска». Выступление не только слушали в эфире, но и смотрели на сайте и YouTube-канале радиостанции, где шла прямая видеотрансляция. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Салон красоты. Салон красоты. Салон красоты. Салон красоты. Салон красоты. Салон красоты. Продолжение следует...